И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня у нас очень интересно и очень экспериментально. Забегая наперед, скажу, что я получил от этой работы намного больше, чем ожидал. Все потому, что я ожидал реально переоцененного и претенциозного вот этого псевдоинтеллектуального там хипстопопа, от которого чувства будут колебаться ну где-то между стыдом и скукой. Но нет, нифига не шишка, дамы и господа, это шикарная работа по всем параметрам и, наверное, самая яркая искра в русскоязычной экспериментальной там авангардной авантпоповой музыке, что уже само по себе ого-го. Потому и рекомендую его абсолютно всем и каждому, кто хочет убедиться в том факте, что такая музыка жива и может быть интересна огромным массам слушателей, ну и мне в том числе. Итак, это Short Paris, питерская авангардная группа, о которой меня периодически спрашивали на стримах и в комментариях, но я всегда как-то отнекивался их слушать, потому что там их творчество мне выглядело как такое принципиозное искусство, да, для малолеток всех полов и возрастов. Потому с выходом альбома так закалялась сталь, и уже я заготовил реально подушку поудобнее и здоровенную бутылку воды, чтобы запивать огромные порции ожидаемого кринжа. Если вы тут впервые, то я думаю, вы уже поняли примерно, насколько сильна моя объективность экспертного мнения. Каково же было мое удивление услышать очень годные индустриальные биты в треке «Нелюбовь» в комбинации с перегруженной вот этой кривоиграющей гитарой и выразительным вокалом, напевающим стилистически нечто среднее между славянскими и арабскими мотивами. Очень рад получать такие сюрпризы от современных артистов. Вот побольше бы их, да почаще бы, и жизнь была бы намного веселее. Так закалялась сталь. На мой взгляд, выглядит вот этой удачной комбинацией интимно-личного и остро-социального, как в подаче своего месседжа, так и в собственной обложке альбома. Мы видим человека, ну, очевидно, вокалиста, сори, я не особо знаю ребят в лицо, держащий вот здоровенный красный флаг без кистей, причем вот руки есть, а кистей нет. Что может быть изображением протеста, вопреки вот всем своим нынешним возможностям, будь то личный протест против своих там внутренних демонов, или протест против нынешних российских социальных реалий. Не то, чтобы я был особо специалистом, но со стороны выглядит именно так. Очевидно, именно с таким протестом до последнего и идет вот эта вот закалка стали, да, так называемая, и воспитание среди себя намного сильного и намного стойкого человека. Ну, здорово ж, да? Стиль текста альбома вот очень рваный и немногословный, при этом он умудряется давать, ну, очень глубокое содержание при всех повторах даже одних и тех же строчек. Больше того, часто текстовка завязана вокруг одного слова, которое ритмично там скандируется, как в треке «Стыд», например, да, или в треке «Страшно». Плюс, здесь все вот эти вот скетовые и вокализовые вставки можно тоже притянуть к лирицизму, поскольку их хаотичность и некоторая абсурдность как раз сдабривает и так сюрреалистичный текст альбома. Да и слушать их реально приятно, поскольку музыкальный контент позволяет и располагает, но о нем все-таки чуть-чуть попозже. Здесь мы можем в тексте очертить образ героя альбома, который видит весь мир и себя в нем совершенно по-своему, так как его враждебность и неудовлетворенность высказываются с такой легкостью и наивностью, что только умножает то чувство и тревоги и опасности, которое он испытывает. Он наталкивается там на фальшивых людей, на пустые чувства и отношения, соответственно, на общество, живущее во вражде и страхе, и в конце концов приходит выводу, что только хуже стало, да, в финальном треке. У меня складывались ассоциации с абстрактностью текстов аукциона и шальным безумием арт-поп-проекта в конце 90-х. Ну, например, какой-нибудь Линды, то есть первое, что пришло в голову. В итоге, это довольно очевидная картина, которая описывается максимально неочевидно и максимально креативно, вызывая ощущение вот этой вот упаднической тусовки, где безосходность и неспособность что-то изменить, выливается в саморазрушение. Если вас вводят ступор все мои вышеуказанные ассоциации, это норма, и вы можете вполне что-то подобное испытать сами при ознакомлении с текстом альбома. Музыкально все-таки он у меня вызывает некоторые скрипы в зубах от неуместности гитары, которая иногда поганит индастриальный или техно-инструментал и играет абсолютно мимо кассы, как в том же треке «Отвечай за слова». Тем не менее, это можно смело списать на экспериментальное звук и то, что я не шарю, как обычно. Плюс, часто припевные вот эти вот танцы, как в треке «Поломало» реально веют 90-ми, что несколько подзбивает, да, и подзбревает, если так можно сказать, всю серьезность посыловат трека, вот в частности. Опять же, это всего лишь мои придирки, которых все-таки мизер, и они в целом вряд ли повлияют на ваш слушательский опыт, если вы не такой же сноб, как я, и слава богу. Шикарнейший вокал здесь, максимально живой, мелодичный и очень остро пронизывающий все инструментальные вот компоненты альбома. Прописаны линии в традиционных вот этих арт-поповых манерах и стилистиках, но исполнение с обильным флером вот этой вот народности, вот ее слышно в подаче, и ближневосточного подвывания на нотах делает их действительно особенными и отличными от всего, что мы слышали с вами ранее, а от русскоязычных ребят и подавно. Именно вокал, на мой слух, способен здесь вызвать желание вот пуститься в пляс на строчки типа «потому и страшна», «потому и страшна», или там «каждый твой наживой режет, режет поживой», вот это вот все. Это вот как раз именно тот самый эффект упаднической танцевальности, о которой я говорил выше. Инструментал здесь имеет чаще вот индастриальную основу с его вот этой металлически звонкой ударкой, использованием синтов, которые режут уши, ну и гитарой, которая перегружена диссонансами, причем на высоких аккордах. Без арпеджиатора тоже, конечно же, не обошлось, что делал инструментал треков типа «Жизнь за царя», похожим на музыку моей любимой Софии. Кстати, пони бой, привет. Когда же основа переходила в более техно-арт-поповую или трип-хоповую основу, эти же инструменты были просто сдобрены там нужным количеством суббаса и сменой настроения в вокале, и на выходе получилось что? Правильно, конфета. В итоге, здесь есть вот этот авангардный со-смысл, да, про социальный протест в перемешку с внутренними передрягами. Здесь есть танцевально-качевый слушательский опыт и новаторский подход в сочинении и исполнении электронной музыки, который для русскоязычного пространства, в частности, ставит очень-очень высокую планку, как в свое время там поставили Шрезерс в корной сцене. Для меня же это пять, пять из пяти. И даже кривая гитара здесь звучит экспериментально и авангардно, особенно когда к ней привыкаешь. Поэтому обязательно зацените данных господ. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также все апдейты, обзоры и новости вы можете увидеть в телеграм-канале раньше всех. Ссылочку к нему в описании к данному видео я приложу. А так это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока.